Эта чрезвычайно важная для столицы Черноземья программа реализовалась с 2013 по 2017 годы за счет средств федерального, областного и муниципального бюджетов. Пока на федеральном уровне не принято решение о ее продлении, то финансирование будет осуществляться явно в меньших объемах и из других источников. На сегодняшний день задача переселения граждан из ветхого аварийного жилья является одной из приоритетных для администрации городского округа. Учитывая нынешнюю экономическую ситуацию, а также завершение программы по расселению аварийного жилого фонда в рамках 185-го федерального закона, решение этого вопроса должно осуществляться преимущественно из внебюджетных источников. Привлечение средств инвесторов осуществляют через механизм развития застроенных территорий, определенный градостроительным кодексом Российской Федерации. Развитие застроенных территорий включает в себя мероприятие по принятию решения о развитии, проведение аукциона на право развития застроенной территории, разработку градостроительной документации, расселение жилого фонда и последующее строительство нового жилья с необходимыми объектами инфраструктуры. В городскую программу в этом году были внесены изменения и появились еще два района расселения и застройки. Эта территория ограничена улицами героев стратосферы Меркулова, Кулибина и Ленинский проспект и жилой квартал ограничен улицами защитников Родины, Мосина, Романтиков и Силикатная в поселке Придонском. На этих застроенных территориях расположен 21 многоквартирный жилой дом общей площадью более 12 тысяч квадратных метров. Общая площадь территории подлежащих развитию 4,7 гектара. По одной из этих территорий уже принято решение о развитии и готовится аукцион. По второй территории требуется внесение изменений в правила землепользования и застройки в части изменений территориальной зоны, после чего также будет принято решение о развитии. А таким образом на сегодняшний день программы предусмотрены на развитие 25 застроенных территорий общей площадью чуть меньше 200 гектар, на которых расположено 711 многоквартирных домов. 2017 год стал самым эффективным по объемам расселения воронежцев из аварийного и ветхого жилья. Продолжается освоение застроенных территорий, по которым заключены договора о развитии. В 2017 году расселено почти 10 тысяч квадратных метров. В качестве сравнения за 2016 год было расселено немногим больше тысячи квадратных метров ветхого жилого фонда. А также значительно увеличился объем построенных и введенных в эксплуатацию многоквартирных домов, которые строятся на территориях и в рамках договора о развитии. В 2017 году было введено 19 тысяч квадратных метров, в 2016 всего 4. Мэр Воронежа призвал своих подчиненных не расслабляться и быть готовыми к продлению очень важной для города программы расселения из аварийного и ветхого жилья. Тема очень важная для развития города. Мы все прекрасно понимаем, что ветхий жилой фонд нужно замещать. Поэтому, конечно, реализация этой программы должна для нас быть таким приоритетом. Поэтому я прошу всех, кто в межведомственном формате взаимодействует при решении этой проблемы, активно участвовать. Пока решение о продолжении программы по расселению аварийного жилья за счет средств федерального бюджета с условиями софинансирования не принято. Но вероятность такая достаточно высокая, что программа в 2018 году может снова начаться. Поэтому я прошу все, кто участвовал в программе 2013-2017 года, сейчас готовиться уже к началу реализации следующего этапа. У нас должен быть определен перечень таких домов и механизм оформления этого списка. С тем, чтобы у нас не было задержки на старте по таким организационным моментам.